Продолжение следует... Продолжение следует... Был заложен фундамент знаменитой Эфелевой башни, открыта статуя свободы в Нью-Йорке, а в Чикаго прошла первая первомайская демонстрация рабочих. Россия тогда являлась первой державой Европы по численности населения. При этом в России всего за 25 лет до открытия Эйвен было отменено крепостное право. Однако промышленный прогресс пришел и в Российскую империю. В 1886 году Александр III утвердил Устав общества электрического освещения. Именно этот год принято считать датой основания первой российской энергосистемы. Женщины того времени занимались исключительно дома. Их делом было отвечать на стук в двери, а не стучать в них. И вот именно в это время в Калифорнии изобретательный предприниматель Дэвид МакКоннелл, который пришел из книжного бизнеса, основал первую в мире компанию для женщин. Продавая книги, он часто дарил покупательницам недорогие духи. Такие подарки настолько пользовались успехом, что он решил открыть дело по продаже парфюмерии. Так и появилась California Perfume Company. Я начинал в помещении размером чуть более обыкновенной кухонной кладовки. Моей целью было наладить производство продукции, превосходящей по качеству любую другую, и ее доставку через агентов напрямую из лаборатории к потребителям. Первым и единственным агентом на протяжении первых шести месяцев стала миссис Алби, получившая впоследствии почетный титул «Мать Калифорнийской парфюмерной компании». Миссис Алби создала систему прямых продаж, используемую Эйвен и по сей день. Именно эта система впервые предоставила женщинам возможность быть финансово независимыми и достигать поставленных целей. Всего за 10 лет миссис Алби построила сеть, включавшую в себя 10 тысяч агентов, осуществлявших продажи по всей стране. Век 20-й пошел в мировую историю как век технического прогресса и политических катаклизмов. Середина 20-го века стала переломным этапом в истории Эйвен. К концу 30-х годов калифорнийская парфюмерная компания успешно продавала свою продукцию уже в 48 штатах Америки. В связи с этим в 1939 году у компании появляется новое имя – Эйвен Продактс Компани. В это время за океаном в Европе началась Вторая мировая война. Долгие 7 лет заводы Эйвен работали для нужд фронта, выпуская экипировку, противогазы и медикаменты. А тысячи наших независимых представителей продавали своим покупателям облигации военных сайт. После окончания войны в 50-е годы меняется экономическая ситуация в мире, вновь набирает обороты индустрия красоты. В домах простых американцев начинают появляться странные коробки с проводами и лампами внутри, телевизоры. Наступает эра телевидения, а значит телевизионной рекламы. В то время как в каждой советской семье обсуждают разоблачение культа личности, освоение целины и плодородной скруппуузы, в Америке девушка Эйвен стала символом новой эры продукции. Телевизионная реклама «Динь-дон, откройте Эйвен» ассоциировалась с обаятельной девушкой из Эйвен. С удивительными волосами, в перчатках и с неизменным чемоданчиком полным косметики. Благодаря Эйвен женщина могла зарабатывать деньги, не жертвуя семьей. Чаще всего ей было достаточно зайти к соседям и предложить заглянуть в заветный чемоданчик. Они всегда были желанными гостями в каждом доме. И к концу 50-х голубые коробочки с продукцией Эйвен можно было найти почти в каждой семье. А в следующие 10 лет, когда Юрий Гагарин и Валентина Терешкова покорили космос, Элвис Пресли и Битлз покорили сердца миллионов людей, Эйвен полностью покорил Америку, пересек Атлантику и вышел на западноевропейскую рынку. В 60-е годы открыты продажи Великобритании, Германии, Италии, Испании и Франции. Завершение 20-го века в истории Эйвен ознаменовано открытием восточноевропейского рынка. Корпорации Эйвен присоединились более 20 стран. И, конечно, такой огромный перспективный рынок, как Россия. И вновь Эйвен предложил женщинам не только высококачественную продукцию, но и ранее невообразимые карьерные возможности. 21-й век. Каким он станет в мировой истории, пока говорить рано? Возможно, человек победит все болезни и достигнет бессмертия, научится передвигаться со скоростью света и освоит соседние галактики. Одно можно утверждать смело. Окружающий нас мир будет меняться, а вместе с ним будет изменяться и развиваться наша компания. Неизменными останутся лишь стремления Эйвен наилучшим образом понимать и удовлетворять потребности женщин всего мира в продукции, услугах и самовыражении, а также принципы, заложенные Дэвида МакКоннеллом. Сегодня компания Эйвен – это крупнейшая международная корпорация со штатом более чем 5 миллионов представителей, осуществляющая продажи в 145 странах и обладающая глобальной сетью товаров красоты и здоровья стоимостью более 8 миллиардов долларов. Эйвен – это одна из немногих мировых корпораций, обладающая богатейшей историей и многолетним опытом длиной в 120 лет. Эйвен Россия пошел в историю корпорации как самый стремительно развивающийся рынок. Всего за 10 лет Эйвен Россия прочно занял позицию четвертого по величине в мире Эйвен рынка. В 2004 году Эйвен в России, опередив всех своих конкурентов на косметическом рынке, стал компанией номер один. В этом же году в России был открыт самый современный завод, призванный удовлетворить растущий спрос на продукцию Эйвен. Успехи команды Эйвен Россия отмечены многочисленными наградами. В 2002-2003 годы – практически беспрецедентный случай в истории корпорации. Эйвен Россия получает высшую награду Flame два года подряд. Именно Россия вводит в мире Эйвен новый стандарт развития. Рост за ростом. Эйвен Россия сегодня – это 100 миллионов клиентов, 600 тысяч представителей, 10 тысяч координаторов и 330 менеджеров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова